всем привет меня зовут александр обремян и добро пожаловать на мой видеоблог посвященной фотографии и развитию фотографа это самый первый выпуск и поэтому вы можете помочь в плане составления контента следующих выпусков у меня есть определенные выпуски темы которые точно будут освещены но в комментариях пишите то что вам интересно я делаю ролики на ваши темы а теперь перейдем конкретно к теме данного ролика вообще первый ролик я хотел записывать не об этом но пока я готовился к записям но актуальность актуальным стала другая тема а конкретно подготовка к сезону причем не решил разбить на две части первая часть будет посвящена людям у которых есть только камера и много желания то есть они никогда не снимали свадьбы они у них нет сарафана у них нет постоянных клиентов у них нет ничего у них есть камера и желание а вторая часть будет уже для людей которые снимали свадьбы и снимают свадьбы у них есть оборудование у них есть знания возможно даже достаточные знания но почему-то не хватает заказов то есть как бы они есть но хотелось бы больше и И снимать хотелось бы лучше, и заказов больше. Первая часть ролика как раз посвящена людям, которые не снимали свадьбы. Давайте начнем. И начинать путь в коммерческую фотографию, как ни странно, нужно с постановки целей. Почему-то все пропускают этот пункт, но он очень важный. И цель должна быть конкретно, измерима, достижима, важна именно для вас и ограничена по времени. Эта модель называется смарт. Не нужно ничего придумывать, все давным-давно придумали для вас. Для тех, кому хочется более подробно изучить эту модель, в интернете есть очень много информации по модели постановки целей смарт. Сейчас давайте пройдем буквально поверхностно. Конкретной цель должна быть для вас. Невозможно сказать, что я хочу стать хорошим фотографом и много свадеб. Это не цель, это больше желание, мечта, но цели ставятся немного иначе. Что значит конкретно? Вернемся. Вы должны четко понимать, какая задача перед вами стоит. Если вы хотите зайти на рынок фотографии, это будет ваша цель. Вы ее понимаете, она для вас конкретна. Дальше идет пункт «Измерима». Как мы можем измерить нашу цель? Если мы поставили перед собой цель зайти на свадебный рынок и снимать какие-то свадьбы, мы можем определиться более точно с количеством свадеб. Допустим, 10 свадеб. Либо перевести это в рубли и сделать 10 свадеб и 300 тысяч рублей. После этого пункт «Достижима». Не ставьте перед собой глобальные цели. То есть не нужно ставить перед собой цель 50-60 свадеб, когда вы никого не знаете, вас никто не знает, и вы по факту ничего не умеете. Если для вас эта цель недостижима, просто внутри вы понимаете, что это нереально. Вот я понимаю, 100 свадеб за сезон, для меня нынешнего это нереально. Я не смогу это сделать. Эта цель не будет важна для меня. Ставьте цели, чтобы вы могли трудиться, работать над ними, чтобы вы развивались. Тогда это будет продуктивно. Пункт «Важно». Важна для вас должна быть сама цель. Просто задайте себе вопрос, что случится, если я не выполню эту цель? Если, в принципе, ничего глобального не случится, то вам эта цель не важна, и, скорее всего, вы будете где-то лениться, где-то закрывать глаза, и не будете прям паровозить в сторону исполнения своей цели. Поэтому вы должны понимать, что это для вас важно, и оно должно быть для вас важным. Только в этом случае вся конструкция сработает, и все будет замечательно. Цель должна быть ограничена по времени. Это тоже важно. Вообще, каждый пункт здесь очень важен. Если вы четко ставите ограничения по времени, вы очень много можете спрогнозировать и спланировать. Вы должны понимать, сколько времени у вас отводится на достижение цели, и на каком вы сейчас находитесь этапе. Сколько вам еще осталось, и сколько вы уже сделали? Думаю, в общем, понятно, как нужно ставить цели. Я прошел очень кратко. Кому интересно, вы можете посмотреть в интернете на модель Smart. Пример с 10 свадьбами – это всего лишь пример. Ставьте свои цели, но инструмент для их достижения у вас уже есть. Вторым пунктом после постановки цели я бы советовал приступать к обучению себя. Давайте сразу определимся, есть платное обучение, есть бесплатное обучение. Так как этот ролик больше посвящен людям, у которых есть только камеры и амбиции, поговорим о бесплатных способах обучения. На первом месте, конечно же, YouTube. На YouTube очень много роликов, которые связаны с обработкой фотографии. Разные люди разными способами делают просто из совершенно убитых кадров достаточно прикольные фотографии. Но когда я искал материал по обучению, меня это начало прям раздражать. Я не хочу вытягивать ужасные кадры, я хочу изначально фотографировать хорошо. И здесь проблема. Потому что все почему-то ушли в обработку. Мы же фотографы, мы должны фотографировать. А ретушеры, обработчики, конечно, они должны обрабатывать. У нас главное – это съемка. Главное – сделать хороший кадр. И в этом вопросе вам поможет Джерри Гионис, Клифф Маунтер. Это фамилии, которые известны всем. Очень много роликов. Вы можете спокойно заходить и просто смотреть. Есть переводы. Есть англоязычные варианты, ну, оригиналы. А есть переводы. Можете смотреть спокойно переводы. Они говорят о классике. Они говорят о базе, о работе со светом. Это все очень доступно. Это все очень грамотно. И если вы будете учиться у классиков, у вас намного больше вариантов делать хорошие снимки сразу, изначально. И после этого на постпродакшн не тратить горы времени на обработку одного кадра. Еще важный вопрос. Важно ли смотреть свадебных фотографов? На мой взгляд, фотографов свадебных, конкретно по свадебной тематике, смотреть не обязательно. Ну, то есть обязательно, но не только их. Потому что свадьба – это очень много разных стилей съемки заключены в один свадебный день. Мы фотографируем и детали. То есть макро, да, варианты какие-то. Мы работаем с парой. Мы работаем, ведем репортаж там на банкете. Мы делаем постановку на прогулке. Если это портрет невесты, это может быть как классика, так и фэшн. Правильно? Поэтому смотрите разных фотографов и учитесь у разных фотографов. Также в тему о ютубе я сделаю отдельный ролик о блогерах, которые связаны с фотографией, которые являются фотографами и делают качественный контент, и делают это, что важно, периодично. На ютубе, опять же, в тему, есть очень много бэкстейджей. И бэкстейджи, конкретно, фотографов. Тоже смотрите. Это очень развивает, когда люди в локации показывают то, что они делают. И вот это реально помогает. Идем дальше. Что очень важно для фотографа? Для фотографа очень важна насмотренность. То есть, ваш взгляд должен смотреть на красивые картинки, на красивые фильмы. Если вы никогда не смотрите на всякую ерунду, там, типа, невесты на ладошке, тем более не осуждайте эти фотографии, не спорьте. Если вы тратите время, вы тратите свой личный ресурс, и помимо всего этого, даже, там, если вы это осознаете, да, что мы тратим свое время на какую-то фигню, вы замыливаете себе глаз. Вы воспринимаете плохие фотографии, делаете на этом упор, акцент, рассматриваете их. Для чего? Смысла от этого нет. Смотрите только топовых фотографов. Сделайте себе отдельную папочку, куда вы будете сохранять фотографии крутых-крутых фотографов, либо просто фотографии, которые вам нравятся, которые вы хотите либо повторить, либо снимать в этом стиле. На эту папочку мы складываем все самые классные снимки, это могут быть даже скриншоты с фильмов, с красивых фильмов. После на рабочий стол мы ставим обои в режиме слайд-шоу, то есть, чтобы они перелистывались. Указываем путь к этой папке. Все, когда вы сворачиваете программу, когда компьютер включается, когда компьютер выключается, у вас перед вами, перед вашими глазами будут мелькать фотографии, которые вам действительно нравятся, и они достойны внимания, очень красивы. Таким образом, вы будете развивать свою насмотренность. Также в помощь Pinterest. Все известные, устанавливаем на телефон, это тоже всегда рядом с вами, вы смотрите, проблем никаких нет. По поводу фильмов. Смотрите фильмы, где очень много разных локаций используется при съемках, где разный свет интересный, где хорошая работа оператора. То есть, можно загуглить просто лучшие режиссеры, оскароносные режиссеры и посмотреть эти фильмы. Это тоже поможет, причем такого не будет, что вы посмотрели фильм и сразу стали гениальным фотографом, побежали снимать. Нет, это все приходит со временем. И попадя в локацию, похожую на локацию из фильма, у вас каким-то образом в подсознании всплывет, что вы можете сделать так-то, так-то, так-то. И когда вы попробуете, у вас это получится, вы увидите хороший результат. По насмотренности, я думаю, тоже все ясно. Это красивые фильмы, фотографии хороших фотографов, либо те фотографии, которые вам нравятся. Картины художников идут, естественно, в этот же список. Помимо насмотренности, вы можете также читать книги по фотографии. Их тоже достаточно много, поверьте. Просто не поленитесь и погуглите. Я осознанно не даю никакие ссылки, потому что если у вас есть цель, вы взрослый человек и можете пользоваться интернетом, вы спокойно сможете найти себе всю информацию, которая вас интересует. Она не супер секретная. Давайте рассмотрим пример. Вы посмотрели мастер-класс, вроде все из него поняли. Чтобы проверить, насколько хорошо вы все это поняли, вам нужна съемка. Здесь вам на помощь ваши друзья. Сейчас, конечно, можно много отмазок найти, что погода не та, друзья страшные и так далее и тому подобное. Тут все зависит от вас, от вашей цели. Давайте предположим, что все-таки съемка случилась. В чем плюсы? Плюсов, во-первых, в принципе, тут одни плюсы. Это ваши друзья. То есть вам не нужно прям так жестко устанавливать контакт с незнакомыми людьми. С друзьями вы отрабатываете свои рабочие моменты, свои рабочие вопросы. То есть на съемку вы должны идти с определенной целью. Я хочу сделать такой-то кадр. Есть. Вы пришли и делаете этот кадр. Помимо него, естественно, вы делаете и другие кадры. Практикуете свое общение с моделями. С друзьями попроще работать, чем с незнакомыми людьми. Это отличный стартап. После. Мы очень быстро обрабатываем материал. Здесь у нас сейчас есть вообще все инструменты для того, чтобы его максимально размножить в сети. Это соцсети, банально. Друзья сделали перепосты. У друзей увидели друзья и так далее, и тому подобное. Вы начинаете запускать сарафан. При этом вы уже начинаете собирать портфолио. И ко всему этому приплюсуйте, что каждая съемка – это опыт. Если вы не снимаете, у вас нет опыта. Неопытный фотограф, нестабильный фотограф. Вы никогда не сможете дать никакой гарантии за результат, если у вас за плечами нет достаточного опыта. Как только он у вас появляется, начинается повышение и цены, и качества, и ценности вашего продукта. Тогда все логично. Поэтому мы берем друзей, красивенько их одеваем, смотрим фотографии, которые вы хотите повторить. Либо просто определяетесь с тематикой съемки и идете работать. Работаем мы с друзьями, так же, как и с клиентами, но при этом мы учимся. Учимся общаться, учимся снимать, учимся продвигать себя в соцсетях. Коммерческая съемка. Как зайти в коммерческую фотографию без портфолио? Естественно, это крайне проблематично. Но мы чуть выше говорили о съемке друзей. Соответственно, пока мы учимся, мы начали собирать свое портфолио. То есть у нас есть уже какие-то ребята, соло, сингл съемки, либо пары. Отлично. Продолжаем в том же духе. Пока мы работаем с друзьями, пока мы работаем на ловсторе, никакие свадьбы. Не нужно браться за свадьбы, когда ты не уверен в себе, не чувствуешь в себе силы. Потому что свадьба – это не работа. Для нас, как бы, возможно, это работа. У людей это праздник, это событие, которое будет один раз в жизни. Ну, условно, один раз в жизни. Но все, кто играет в свадьбу, все свято верят, что это вот один раз и навсегда. Поэтому для них это событие. Мы не можем подводить клиента. Нельзя брать свадьбу, если ты в себе не уверен. Либо подумай о смене профессии, либо делай больше съемок, как-то работай над собой, чтобы ты четко понимал, что я не провалю этот день, ребят, я отработаю, и все будет хорошо. Результат будет стабильный. Давайте сконцентрируемся на ловсторе. Ловсторе сначала мы начнем с друзей. После этого у нас уже есть портфолио. Его можно выставлять в соцсети. Те же самые ВК, Инстаграм. Указываем свой номер, указываем работы. И работаем только на ловсторе. Учимся работать с ребятами с парой. То есть, как их ставить, где их снимать, как с ними себя вести и так далее. Через ловсторе можно собрать себе хорошее портфолио. После, если вы работаете, некоторые говорят, что это фарт, повезло. На самом деле, не совсем так. Я это называю профессиональным везением. Когда вы работаете, вы учитесь, делаете те шаги, которые приведут вас к цели, вам что-то помогает. И свадьба выстрелит. Либо у друзей, либо у знакомых. Кто-то из ребят, которым вы делали ловсторе, решат сыграть свадьбу. И к вам обратятся. Вы попадете на свадьбу. Но к этому времени вы должны реально быть готовы, чтобы не запороть этот день. Это очень важно. Все. Как только у вас появилась первая свадьба в портфолио, вы можете его выставлять, и вы готовы снимать свадьбы, у вас придут свадебные клиенты. Потому что люди никогда не пригласят фотографа на свадьбу, не имеющего свадебные костюмы в портфолио. Никогда. Только друзья. Вот друзья смогут сказать, слушай, у тебя большой фотоаппарат, ты вроде фотографируешь, давай отсними нам свадьбу. Такой вариант, да, возможен. Это один из вариантов входа на свадебный рынок. Но, как правило, все, кто так начинал, таких достаточно много, как правило, все улыбаются, когда вспоминают свою первую свадьбу. Ну, потому что не было ни опыта, ни знаний, просто друзья попросили, пошел отработал, и как-то так. Поэтому, ребятки, начинаем с Love Story, ждем свадьбу. Как только отработали на свадьбе, поняли, что все хорошо, добро пожаловать. Мы уже касались продвижения, давайте остановимся поподробнее. До того, как мы начинаем где-то продвигаться, нам нужно определиться, для кого мы это все делаем. То есть, наша целевая аудитория. Портрет целевой аудитории строится по самой простой схеме. Я вот сейчас приведу пример. Нам нужно понимать, кто это. По полу, мужчина или женщина. По возрасту, от сталькита до сталькита. Допустим, от 20 до 32 девушки. Нам нужно понимать финансовое положение. То есть, доход. Это средний, средний плюс, лакшери, вип-класс. И нужно понимать географию. То есть, насколько широко вы будете распространять свои услуги. Либо это город, край, возможно, вся страна. Но это нужно понимать. Сделайте каждый себе портрет целевой аудитории. И вы поймете. Дальше подумайте, где эти люди бывают чаще всего. Как правило, для свадеб, для фотосессий, это молодые ребята. Хотя есть фотосессии и семейные. Тут как бы уже старшее поколение может выбирать. Но не суть. Рассмотрим самые основные площадки. Это ВКонтакте, Инстаграм, Авито, вы не поверите. И так далее. ВКонтакте все понятно. У нас есть страница. Мы можем завести группу. Для ВК главное – контент. Ну, как и для любой другой сети, в принципе. Вы делаете качественный контент. Пишите нормальные посты. Делаете, просите друзей делать перепосты. То есть, у вас страница всегда должна быть живой. Люди должны все время туда обращаться. Обязательно сделайте отзывы в обсуждениях, чтобы страница все время жила. Также вы можете проводить конкурсы. Объявлять какие-то акции. Это все будет работать очень быстро, если у вас есть достаточно большой охват. То есть, чем больше в группе людей информацию, которую вы в ней разместили, увидит больше количество людей. Тавтология. Так вот, с ВК, в принципе, понятно. Инстаграм – самое основное, что может быть для фотографа, на мой взгляд. Тем более, сейчас Инстаграм прям вот покоряет. Там появились истории. Мы можем записывать видео, бэкстейджи. Истории, кстати, ранжируются выше. Так что обратите внимание на это. Мы можем делать даже рекламу с помощью историй. Но об этом в отдельном выпуске по поводу продвижения в определенных соцсетях, который будет дальше. Ну, давайте о Инстаграме. То же самое. Самое главное – это контент. Самое главное – это периодичность. Вы можете добавлять друзей. Сейчас мы рассматриваем варианты бесплатные. То есть без программ, без ботов, когда все живые люди, и вы сами создаете вокруг своего канала какой-то движ. В общем, Инстаграм для нас первый инструмент. Он реально может вас хорошо продвинуть при правильном подходе к работе с ним. Что идет дальше? Вы не поверите, Авито. Авито тоже может сработать. Объявление туда подать – это бесплатно. Зайдите, посмотрите, сколько фотографов из вашего города пользуется Авито. Ради интереса закиньте свое объявление, свои фотографии, напишите текст. И посмотрите, сколько просмотров будет у вас за день. И вы удивитесь. Там реально ходят люди, и там реально ищут фотографов. И оттуда реально есть заказы. Тем более, когда вы еще не супер-пупер раскрученный, ценник у вас, как правило, будет ниже среднего, в лучшем случае средний, вполне себе брать заказы с Авито. Тут это инструмент, который реально работает. Просто возьмите и сделайте. И после посмотрите. Если он вам ничего не принесет, значит, не в вашем регионе. Вам никто не даст четких советов и инструкций, как себя вести, чтобы прославиться или там начать лучше фотографировать. Все зависит лично от вас, от менталитета, людей, которые вокруг, и от локации. То есть у кого-то работает Авито, у кого-то Инстаграм, ВК, сайты, почта. У каждого свой канал работает лучше. В каждом городе, в каждой стране. Ну и, естественно, сарафанное радио. Это вообще прям двигатель-двигатель. Но, смотрите, вы не знаете никого из индустрии в вашем городе. У вас нет постоянных клиентов, вы не снимали свадьбы, а как-то сарафан нужно завести. Самый простой вариант – завести сарафан через друзей, которым вы уже делали лавстори и фотосеты. Это тоже работает, потому что они могут передавать эту информацию другим людям, что есть знакомый, фотограф, начинающий, может там сделать, фотографирует хорошо, может сделать какую-то скидку и так далее, и тому подобное. То есть работайте над вашим сарафаном. Делайте все качественно. Тогда сарафан будет правильный, потому что можно сработать и на неправильный, и не на правильный сарафан, а на сарафан, который просто будет убивать вашу репутацию и вообще все, что вы делаете, пойдет коту под хвост. Сарафан должен работать и должен работать правильно. Ну, в принципе, это минимум тех советов, которые можно дать человеку, у которого есть фотоаппарат и много амбиций перед сезоном. Итак, о чем был этот ролик? Давайте подытожим. Мы поговорили о правильной постановке цели, о вариантах бесплатного обучения, то есть обучения без каких-то финансовых вложений на начальном этапе. Мы поговорили о практике съемки, насколько она значима и каким образом можно набрать себе портфолио. И немного коснулись продвижения. Продвижение как в соцсетях, так и сарафанного радио. На этом, пожалуй, закончим первую часть. То есть, следующее появится через неделю, ну, скорее всего, раньше. Вообще, я постараюсь записывать по два ролика в неделю, а ближе к сезону, когда работы станет прям намного больше, будет один ролик в неделю. Но это в лучшем случае. Для того, чтобы следить за обновлениями сайта, ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на звоночек, который снизу в углу. Тогда любые новые ролики будут приходить к вам с оповещением. Сможете смотреть их одним из первых. Еще раз напоминаю, канал совсем новый, и в комментариях можете писать темы, которые интересны именно вам. А я постараюсь ответить на все вопросы и раскрыть темы, которые вам интересны. Всего хорошего. Пока. Надеюсь, вам понравилось. Продолжение следует...